поехал чемпионат мира это была подработка ручками дорого-богато буря привет привет рад нашей встрече у нас сегодня задача простая поговорить о вас о вашем бизнесе с чего вы начинали как вы продолжали и к чему вы пришли и я бы предложил поговорить сначала о том какой был у тебя первый бизнес чего ты начинал начиналось все еще в студенческие годы бизнеса тогда еще естественно не было моя одна из я учился на факультете информационных технологий и немножко попробовал себя в роли системного администратора и на тот момент понял что это не совсем моя тема и пошел трудиться к своему товарищу на производство делать вывески то есть вывески у тебя в целом почти сразу к тебе пришли можно так сказать да но до вывесок был ракета моделизм это большой путь изготовления моделей ракет спасибо моим тренерам которые привели любовь к созиданию любовь любовь к работе руками и с этого наверное можно сказать у меня в голове зародилась идея что-то создавать что-то делать своими руками с ракета моделизма в этом спорте я поехал будучи уже студентом кажется первого курса на чемпионат мира в составе сборной украины мы заняли или бронзовое или первое уже плохо помню там что-то было с подсчетом очков что-то ли неправильно и на этом моя карьера в этом спорте остановилась ну то есть я для себя понял что достиг кого-то определенного результата и уже нужны были был студентом нужны были деньги и ракета моделизм отнимал большое количество времени то есть этим ты не занимался не в школе уже в начиная с шестого клава в утрече с шестого класса и вот по по первый курс института это были чемпионаты украины это чемпионаты области чину закончилась очень на там мира но я непосредственно занимался постройкой моделей копий то есть это прототип реальной ракеты нужно было в определенном масштабе делать и уходил от полугода до года на постройку одной ракеты то есть кропотливая интересная работа и по моделированию ракеты которая потом должна была на соревнованиях взлететь и оценивался не только копеизм этой модели но еще и реализм старта она потом она когда улетала она уже не возвращалась если все было хорошо то ее можно было повторно использовать часто было такое что если что-то было неправильно спроектировано то ракета возвращалась сразу возвращалась сразу в землю да и тогда ее уже повторное использование было не актуально и вот а вот труда как бы был весь на смарт ну это было интересно это был определенный период жизни который дал навыки усидчивости и привил любовь к работе руками если переноситься да по поводу первого бизнеса то есть еще немножко историю то есть поработал будучи студентом второго курса вот системным администратором понял что это не мое и пошел на производство ручками производить вывески это продолжалось два года на производство кому-то или уже к товарищу да я пошел к товарищу он кстати тоже из ракетам выходец из ракетам отдельного спорта он уже этим бизнесом занимался там наверно лет пять у него уже было имя название и ему нужны были люди которые бы изготавливать помогали изготавливать то есть это уже полноценное производство или он один это все делал он делал он занимался продажами на производстве на производстве работала там один-два человека это гаражный бизнес да это был гаражный бизнес ну был офис такой небольшой был гараж мы работали в этом гараже так продолжалось два года потом прости пожалуйста ты вошел как наемный сотрудник или уже как партнер как сам просто на обычно на подработку да это была подработка то есть это даже я учился на дневном поэтому я не мог позволить себе все время посвящать работе ну то есть ну то есть основное время учился и после института бежал там можно было гараж относительно недалеко было дворной академии который получал образование и я после института пешочком добегал до работы мне она очень нравилась мало того что она мне нравилась она еще приносила тоже что дело еще и платят да поэтому ну то есть в целом я себя нашел подтянул в данный в данный вид нам в данный вид бизнеса тоже на производство своего товарища и через два года работы там было некое расширение нот фирма в которой я работала на соединение с другой более крупно это уже был не гаражный бизнес офис был на карла маркса 60 ты это знаешь наверное знаю здание да и дорого богато до производства было во дворе монтажного техникума большие площадя было много людей и мы как бы соединились с другой командой начали делать какое-то партнерское поглощение это поглощение либо же слияние партнерское что же момент вас купили на тот момент был это было как партнерство каждая стал но они вместе сидели в одном офисе ты еще продолжал быть наемным сотрудником до продолжал быть наемным сотрудникам я все время наблюдал за своим руководителем и мне казалось что не очень много денег и много свободного времени это было моим одним их одним из таких наблюдений явно неправильно этот момент я понял что нужно пробовать самому заниматься бизнесом мне показалось что работая два года на производстве я уже прекрасно понимаю как устроен продукт вывесок можно пробовать самостоятельно пробовать конкурировать до и товарищ с которым привлек товарища который также сама работал на производстве мы вместе скинулись по 5000 гривен на тот момент это где-то на тот момент сколько 1000 долларов по 1000 долларов да наверное это было 1000 долларов это был 2007 год мы были студентами четвертого курса мой ровесник хорошие деньги для студентов вы это были заработаны были заработаны работая макетчиками супер мы купили самый необходимый инструмент ручной смастерили большой такой стол гараже у меня у дедушки был гараж который не использовался мне было в нем машины то есть он был пустым я попросил его использовать мы в этом гараже обустроились и такой маленький цех это был три на шесть если я не ошибаюсь 18 квадратных метров наш первый такой вот наше первое производство но так вот начинался наш бизнес станков никаких то есть вы это все вручную или это аутсорс какой-то был в любом случае нас было только макетная макетная пила мы ее купили кстати у одного из преподавателей горного института я ее еще будучи студентом заприметил тоже смотрю что она стояла без дела договорились с преподавателем за тысячу или за полторы он нам гривен нам ее продал но вот без макетной пилы вот это вот она была неотъемлемой частью нашего производства то этот инструмент без которого никуда и по сей день кстати она на нашем производстве работает слава богу тьфу тьфу пусть и дальше работает приносит доход работающий раритет в дальнейшем вы остались партнерами либо ты 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 сейчас единственный владелец бизнеса либо же как устроена какой момент был то есть начинали бизнес мы студентами 4 курса откуда кстати многие спрашивают откуда название ковбой это наша аббревиатура наших фамилий и имя отчества было каплун борис вадимович кбв буряк олег игоревич бой мы думали крутили вертели кбв бой кбв бой придумали ковбой но когда мы закончили институт на тот момент вот эти два года занимаясь мелким производством но это было совсем как бы все накаля кустарным способом заказов было крайне мало олег сказал что как бы ну тот доход который признал приносил тогда бизнес его не устраивал и он пошел работать знаем и по сей день успешно работает в продажах вырос кажется до руководителя отдела продаж крупной компании а я с того момента это был 2009 год с того момента начал бизнес сам продолжать вы как-то еще немножечко назад вернемся вы когда начинали вот вдвоем вы новая фирма да вы купили за 2000 долларов какое-то оборудование ручное вы взяли гараж поставили стол как вы искали клиентов чего вы начинали до искали клиентов на тот момент это были строчные объявления в газете авиза мегаполис бесплатно всегда то есть объявление ваше объявление то есть вы да мы размещали строчные объявления то самое вот это то что мне запомнилось и одним из наших серьезных шагов в развитии это было блочное объявление с каким-то небольшим дизайном которое как оказалось приносило совершенно других клиентов но начала давать совсем другие плоды плюс рассказали всем друзьям одногруппникам родителям соседям знакомым всем кому только можно начали говорить о том что мы занимаемся бизнесом но на тот момент это бизнесом сложно было назвать это наверное создали себе рабочие места назовем это так и хорошо если помнишь какие-то суммы были сколько удавалось заработать бывшим студентам сейчас сложно сказать но ну помню что это копейки были это так для поддержания штанов я жил на тот момент еще с родителями если бы не их помощь финансовая далеко бы мы не уехали конечно ну то есть то что мы зарабатывали это копейки были когда произошел качественный скачок мне кажется что в 2009 году был такой вот интересный вот кстати познакомились с нынешним моим партнером по жизни и по бизнесу с анной каплун на сегодняшний день уже одна фамилица да жена мать мать наших детей самым основным фактором было для меня то что когда мы познакомились с аней я узнал что она на тот момент работала финансовым директором благотворительного крупного международного фонда и зарабатывала вот я теперь помню она на тот момент зарабатывала 6000 гривен если не ошибаюсь но так она мне по крайней мере говорила а я зарабатывал в три раза меньше это был в районе двух тысяч в месяц получалось в среднем момент уже курс 8 то есть 250 долларов что-то около того и меня по-мужски это настолько зацепило что ну то есть девушка зарабатывает в три раза больше меня и ну это как бы наверное это было определенным таким толчком к дальнейшему развитию с того момента я начал учиться я начал покупать книги это первая книга богатый папа бедный папа прочитал одну книгу другую книгу был была книга константина бак что отдел продаж построение отдела продаж или как загубить собственный бизнес там перечитал все его книги до сих пор они у меня есть кстати но это был определенный скачок в моем образовании как менеджера по продажам потому что оказалось что мои на тот момент знания о продукте которые были на тот момент ну то есть не позволяли бизнесу качественно развиваться поэтому были книги были первые тренинги они тогда еще не вошла в бизнес это было просто для себя доказательство того что ты можешь больше да после прочтения книг что ты предпринял что позволило тебе расти но я понял что нужно уделять внимание ну то есть что таких выделил четыре основных кита в бизнесе это продажи маркетинг финансы и производства на тот момент начали одним из ну то есть люди на производстве были там два человека помощника может я с ними собственно ручно работа есть три человека работала но четыре столпа четыре направления деятельности должно было бы я понимал что вот нужно ну что я уже сам не смогу заниматься и производством и продажами маркетингом ну то есть чуть-чуть объемы начали расти и первый сотрудник которого я взял это был дизайнер и кстати это был ну тогда если не ошибаюсь появился первый офис ну то есть я самый первый офис был с моим одногруппником не с тем с которым мы начинали бизнес это был просто товарищ который занимался совершенно другой темой просто мы на двоих арендовали комнату угол ленина и щерца на пятом этаже купили каждый себе по столу там совместный там шкаф для одежды он занимался обучением информатике кажется и занимался вывесками вот это появился первый офис так таким образом мы таким ну вот диверсифицировали расходы напополам по офису цех тогда не требовал каких-то затрат потому что он был гаражей у тебя оставался даже да на тот момент в гараже еще на был период что я переезжал другой гараж уже сейчас как бы не помню по каким причинам то ли там света не было у дедушки ну то есть был период когда работал в другом гараже но это тоже был гараж ну и вот когда появился офис уже начали приходить туда первые клиенты видеть что то у меня было когда звонили и спрашивали куда к вам приехать у меня была коронная фраза что у нас офис сейчас на ремонте или мы сейчас находимся в моменте переезда поэтому я сам я сам к вам приеду и всегда приезжал клиентам знакомился собственноручно смотрел им в глаза узнавал их потребности смотрел на фасады магазинов которые не открывали то есть для меня был интересен опыт общения с людьми которые более успешные которые открывали другие бизнесы ну то есть черпал информацию совсем из разных источников книги тренинги там и просто общение с другими с услуги с другими предпринимателями вас сами находили или вы в холодную тоже искали я просто помню одну из своих студенческих подработок когда нас в одном рекламном агентстве пустили по улицам и сказали ребята вот смотрите значит у кого какая-то гнилая вывеска у кого какая-то павшая буква или выцвевшая значит смело давайте наши визитки и собирайте заказы у вас такое было холодных продаж не было на тот момент были наклейки на магазины на которых была написана аренда до распечатал такие рекламные наклейки что компания ковбояр делает вывески брендирование витрин брендирование транспорта и клеил на каждую входную дверь в магазине который был закрыт который на котором висела аренда на тот момент ну работала нет никто не бил ну и работала как реклама ну обращение почти что не было то есть незамерно то что ты вот это вот все размещал я продолжал размещать тогда еще в 2009-10 год тогда еще наверно появился тогда первый сайт и размещал продолжал размещать еще в газетах но тогда я уже понял что вот газеты тоже вот что-то пережиток прошлого что они начинали уже плохо работать и поэтому как бы губы уходил в нашу жизнь да тогда появлялся google тогда мы сделали первый сайт и я если не ошибаюсь что наша компания одно из первых в городе начала использовать google и дворц и это было ну вот компания в нашей сфере в рекламу рекламное производство то есть когда все еще образно говоря рекламировались газетах я настроил рекламу в угол и дворце какой-то год конечно сейчас сложно сказать и вот это начало давать определенные уже плоды она начала работать уже опять-таки обращение пошли еще более качественные когда они обошла в бизнес что собой представлял ковбой арт тебе уже удалось достичь каких-то новых горизонтов о которых ты мечтал она помогала еще на самых первых порах там какие-то дизайнерские решения то есть она более креативная за эстетику она всегда вот могла помочь с красивым дизайном когда она вошла в бизнес ну я помню тот момент что когда она ушла в декрет и приняла решение не возвращаться в найм это было действительно такое сильное решение ее потому что она работала в компании в которой люди там до пенсии дорабатывали все наши родители знакомые крутили у виска типа но она шла в бизнес которая но это еще был не бизнес это был ну на тот момент это тоже была там маленькая фирма с дизайнером там с двумя людьми на производстве с каким-то крошечным офисом тогда уже был не гараж это было первое съемное помещение на философской завод темп если не ошибаюсь она была там 45 квадратных метров то есть оборудование нового еще тогда не появилась то есть путь развития был довольно таки долгий что сейчас такое кобой арт на сегодняшний день спустя вот получается 10 лет а вот с 2010 когда вы начали бурное развитие и до сегодняшнего момента на на сегодняшний момент у нас производственная площадь 300 квадратных метров мы имеем свое гравировально фрезерное оборудование лазерный станок режущий плоттер печать это 6 человек квалифицированных монтажников и макетчиков которые это изготавливают и впоследствии монтируют есть очень хорошие подрядные бригады которые помогают по украине закрывать монтажи какие-то интересные проекты наша компания членов всеукраинской ассоциации визуальной индустрии в штате супер сильный конструктор хороший дизайнер два менеджера по продажам бухгалтер финансист в принципе есть штат именно эффективных сотрудников с которыми можно двигаться дальше как вы к этому шли перечисленное оборудование она стоит достаточно вменяемых таких денег я на вскидку я думаю что это около ста тысяч долларов да это было планомерное развитие это были привлечены инвестиции или просто реинвестирование выручки что это было за 10 лет как вы дорожали то есть гаража до цеха 300 квадратов это все было постепенно то есть первым я купил это деньги все реинвестировались то есть вы ничего не привлекали дополнительно нет хорошо это или плохо сейчас сложно сказать но вот я не брал кредит не искал инвесторов то есть все все оборудование которое куплено на сегодняшний день это реинвестирование это было постепенно то есть в один год там режущий плоттер потом фрезерный станок потом лазерный по мере необходимости по мере поступления и возможности финансов покупалось данное оборудование я думаю что есть смысл нам сейчас переместиться на производство и посмотреть что там и как а какие дальнейшие планы по развитию будет ли расширение будете ли открываться в других городах возможно вы сделаете первую франшизу в области вывесок по-моему таких нет еще до франшиз нашем бизнесе я еще не видел сейчас есть одна задумка живы нашего ее полу года это открытие в киеве центрального офиса или филиала возможно это будет с партнером который будет находиться в операционном управлении в киеве наш бизнес требует операционного управления требует много энергии и любовь к своему делу поэтому просто нанять менеджеров ну то есть без операционного управления и без скажем так лидера который будет это все двигать мне кажется что в другом городе это не будет работать поэтому на данном этапе в поиске партнера если кому-то интересно пишите в комментариях есть к вам коммерческое предложение давай поговорим о вашей личной жизни чего начинает еще состоит ваш день и чего начинается как он продолжается какие у вас хобби я-то знаю какие хобби читать зрители возможно нет да ну я для всех еще раз скажу что мы с моим партнером по бизнесу являемся еще и мужем и женой поэтому то есть бывает что рабочие вопросы переходят домой и наоборот на работе обсуждаются какие-то домашние вопросы то есть это уже некая такая определенная норма день начинается с того что и на к нам ночью приходят наши дети и начинаются перемещения по квартире сегодня вообще совершенно не выспался у нас были вот эти вот перемещения благодаря нашим любимым детям ну и начинается день с того что я там собираю детей аня готовит нам всем завтрак собираю себя в первую очередь си сейчас развозим детей дочку отвозим в садик семена сына отвозим в летний лагерь и я еду на утреннюю оперативку сегодня мы разделили наш функционал сани таким образом что она отвечает за маркетинг и продажи я отвечаю за производство и финансы поэтому я еду на утреннюю оперативку производственную посмотреть все ли идет по плану как проходят заказы посмотреть на качество продукции это ежедневная история ежедневная летучка да это я сейчас нахожусь в операционной деятельности поэтому в принципе это каждый день каждодневная история да это с 9 до 10 из 9 часов я уже на работе с 9 до 10 идет вот такой производственный процесс дальше то есть это могут быть общение с какие-то вопросы с менеджерами мы обсуждаем технически которые ты находишься в офисе да никуда-то не не по объектам не не на нет я нахожусь какое-то время в офисе то есть в целом чаще конечно езжу по объектам знакомлюсь с новыми собственниками ищу вдохновение для будущего развития потому что находясь конечно в операционной деятельности о никаком развитии невозможно говорить все время ну вот операционка она съедает все все свободное время и если себя не выталкивать на какие-то другие дела на на те же встречи на мероприятия то ни о каком никакой стратегии ни о каком развитии и речи не может идти объекты ты принимаешь нет в основном я слава богу уже давно не езжу на на монтаже то есть задача монтажников сделать так чтоб принял принял ответственное лицо заказчика это может быть сам собственник это может быть маркетолог иногда это бывает по фотоотчету принимается поэтому у нас по окончанию работ есть группа такая общая в которую сбрасывают ребята монтажники фотоотчет менеджер интересуется все ли понравилось у клиента параллельно ну то есть идет такая коммуникация чтобы ты мог посоветовать ребятам которые пришли идти по вашим стопам я понимаю что это совет конкурентам но в целом есть абстрагироваться да вы то уже с вашей высоты можете что-нибудь посоветовать мой совет меньше тратить времени на обдумывание больше делать действий пробовать потому что вот моем опыте очень много времени уходит на ненужное обдумывание то есть если принял решение сделать течение трех дней хорошо получилось не получилось как бы ну в любом случае это опыт то есть моё кредо что лучше жалеть о том что сделал чем как бы сожалеть о том но всю жизнь что ты что-то не попробовал хорошем понимании слова поэтому больше действий и брать в команду людей которые сильнее вас вот это важно ну то есть люди которые слабее не всегда тормозят процесс развития это очень важно не боязни что ведут бизнес ну если выстроить так процессы что в нашем случае процессы очень очень длинный идет то есть цикл сделки длинный то есть идет вначале переговоры которые выполняет менеджер потом разработка дизайна это за дизайнером потом разработка конструкторских документов это конструктор потом опять там работа менеджера чтобы это все свести в коммерческое предложение посчитать со сметчиком и да есть уникалы которые совмещают в себе эти все функции но как говорится один человек он далеко не уйдет он может быстро до что-то делать далеко не уйдет так поэтому нужно выстраивать процесс чтобы каждый профиль ну вот как цепочка звенья в цепочке да то есть у нас вот так вот выстроено что вот каждый заказ а проходит свой уровень своего и этот уровень выполняет определенный специалист поэтому какой-то специалист тот же конструктор без менеджера но ничего не сможет сделать ну то есть он не увидел бизнес а если откроет но это будет не конкурент нам поэтому на сегодняшний день я четко понимаю что ну я лично собеседую ребят которые приходят к нам компанию и я этому посвящаю много времени понимая то что этот человек должен быть таким чтобы я у него мог еще чему-то поучиться и чтобы он меня ну как бы чтобы он был специалистом таким который будет двигать компанию и обязательно еще момент фактор любви со своему делу это это важный фактор который вот я всегда преследую в поиске людей каким-то видишь бизнес в очередь 10 лет это хороший вопрос я сейчас нахожусь в творческом поиске мы все время придумываем какие-то некие новые изделия это мы были вот у нас тема появилась сейчас мы для спортсменов придумали модель медальницы будем пробовать ее продвинуть на не на рынок украины на рынок европы мы изобрели такие элементы для детских зон который тоже то есть мы все время ну то есть я понимаю что бизнес вывесок но на сегодняшний день он как мне кажется немного падающий ну то есть например если посмотреть на нишевые рестораны то они вообще сейчас обходятся без вывесок да многие заведения даже вот бизнес-центр куда шиски да в котором мы сейчас находимся здесь отходят уже в прошлое большие вывески то есть сейчас все больше направляется в креатив внешне что-то нестандартное мы кстати тоже тратим много времени на поиск там это нестандартных решений вывесок из бетона следим постоянно за новинками за новыми материалами и ну то есть четко сказать что будет через 10 лет сейчас сложно но точно знаю что буду тратить энергию и дальше на то чтобы делать добро людям созидая какие-то продукты ну то есть это но это моя тема что-то создавать создавать продукт который будет нести пользу людям любимая книга любимый фильм или сериал и любимое блюдо скажу так что нет конкретно какой-то одной любимой книги вспомнилась мне сейчас книга иринеуша дерека я раб или свободный человек называется которая прочитав которую во первых я бросил курить на тот на том этапе после прочтения так не и она не о курении она о бизнесе она эта история компании пластик с украины это один из наших поставщиков иринеуша дерек это собственник он поляк и вот прочитав ее я понял определенные вещи которые хочу внедрить в своем бизнесе и личностно поэтому вот я ее рекомендую всем сотрудникам она ходит вот так вот от сотрудника к сотруднику по рукам очень интересно советую почитайте фильм опять-таки то есть из того что я помню последний просмотренный фильм который мне понравился это был фильм спасти мистера бэнкса это интересная это фильм снятый на по истории реальных событий про волто диснея и женщину которая написала книгу мэри поппинс и про их путь долгий путь тетернистый о психологии личностей ну вот мне он очень понравился этот фильм тоже всем рекомендую посмотрите постарайтесь вот мы этот фильм разбирали командой каждого главного героя с точки зрения психологии с точки зрения его качеств как человека как бизнесмена блюдо блюдо люблю люблю по и банально банально картошку и мясо стейк мясной а вяжем ну то есть конкретно каких-то любимых не фильмов не книги ну то есть есть просто то что в определенный момент там времени хочется но ты сегодня это может быть одно завтра это может быть другое то есть я не концентрируясь на чем-то одном стараюсь как бы дальше пробовать раджу себя мудрость вселенной откуда появился бег вашей жизни чья инициатива инициатива появилась после того как когда прочитав книгу я раб или свободный человек наконец-то завязал с курением и нужно было на тот момент это был наверно 2016 год и мне кажется на тот момент был ну то есть я находился в определенной такой вот фрустрации был лишний вес я это уже видел наблюдал как бы я это уже осознал и понимал что нужно чем-то заниматься на тот момент аня бегала по утрам она вставала в 5 часов утра это были и будние дни и выходные я на нее смотрел как на сумасшедшую крутил у виска что ты делаешь те что делать вообще нечего туда ты бежишь и в одной из наших поездок кстати мы но одно из хобби это путешествие семьей мы садимся в машину помечаем города которые посетим это может быть украина но после карантина мы по украине путешествуем и начало нашего путешествия было положено украине в украине это может быть за границей то есть 18 19 год мы объездили много стран и мы были в очередном путешествие это был киев я мы жили в каком-то многоэтажном доме сняли квартиру и я увидел стадион думаю ну наверное время пришло я пробежал на тот момент или один или три круга и запыхался так что но для меня это было просто убийство какое-то было тяжело но мне понравилось то есть вот этот вот эндорфин которые выработались после этой пробежки да я могу я сделал это я пробежал три круга и я понял что буду заниматься этим и дальше был на каком-то этапе встреча с игорем филиппом он на тот момент уже занимался триатлоном и он сказал такую фундаментальную вещь что вот в спорте то есть в беге в триатлоне нужно ставить цель что если этой цели не будет то можно забросить ну то есть явно ты забросишь ну то есть там ты побегаешь там тебе это надоест и явно ты это забросишь я поставил цель пробежать полумарафон 21 километр и начал бегать тоже по утрам по вечерам то есть у меня был лишний вес не было ним я бегал как оказалось потом в кроссовок который для этого не предназначены были в одежде которая не предназначена была для этого и готовился к первому полумарафону это было в 2018 если не ошибаюсь году это был в днепре интерпайп халф марафон это были кроссовки не для бега какие-то купленные в секонд-хенде шорты футболка и это было такой путь определенного я бежал я помню что ну когда прибегал уже я был вот в десятке с конца но я это сделал это было два часа двадцать четыре минуты кажется или сани они тоже бежала но она хорошо ушла вперед но да то есть тогда она пробежала или на 20 минут быстрее то есть или на 15 ну так глобально быстрее пробежала она была намного уже в лучшей физической форме но и подъемы сказались до утренние подъемы как бы дали о себе знать и первым из нас кстати я нашел тренера нашел команду меня товарищи он же его зовут влад филон он уже тогда занимался в команде занимался с тренером у меня подбивал что давай к нам он увидел что я начал заниматься бегать и с начала 2018 года я пошел в старт днепр это тогда называлась сейчас мы уже твердохлебтим называемся наша команда а аня подтянулась поняла ну то есть мы поняли что ну то есть два часа и двадцать минут это не предел на полу марафоне и что-то мы делаем неправильно надо учиться как и всему остальному как и в бизнесе так и в беге надо нужны навыки и как оказалось что и руками мы неправильно двигали где-то мы ноги неправильно переставляли и обувь у нас была не та и одежда не на то есть тренер нам начала спасибо и огромность светлана твердохлеб ну то есть она как бы из нас начала лепить бегунов и то есть это уже переросло в хобби это некий такой как второй ну то есть смысл жизни мы бегаем сейчас очень часто это отдушина когда когда хорошо когда плохо ты бегаешь причем не только здесь в непре когда мы в путешествиях мы все время благодаря бегу можно как оказалось быстро сделать экскурсию в каком-то городе пофотографировать достопримечательности рано утром когда там совсем нет людей ну это наше сейчас как такое хобби которое занимает большую часть нашей жизни за сколько сейчас прибегаете полу марафон и марафон было кстати два марафона один мы бежали здесь в днепре это тоже такая авантюра определенная мы к нему год готовились потом был марафон мэджор это один из шести самых крупнейших марафонов мира поехали в берлин это было не на затея она у нас седал что-то придумает а я как человек систем на это вдохновенно выполняю уже поэтому пробежали вот два еще марафона лучшее время на марафоне мое это три часа пятьдесят пять минут на полу марафоне час сорок три круто это как бы для любителя но это ну можно есть еще куда расти но я скажу так что благодаря бегу я скинул больше 20 килограмм ну то есть это как бы дало определенный такой вот плод фигуре во внешности при том что гуляешь по жареной картошке и по да я себе ни в чем не отказываю в еде не отказываю ни в чем это интересный вопрос я узнала как партия день когда узнала о борисе сразу же да он мне сразу сказал что он бизнесмен у меня есть собственный бизнес но я сейчас рассматриваю вариант развивать ли его либо закрывать но в общем звучало это так серьезно вот на самом деле это был период только становление тогда еще был только гараж не было офиса не было наемных сотрудников но было большое желание создавать ну и горя сам гаража в это время вместе с ребятами делал да он сам делал вместе с ребятами сам искал клиентов сам давал объявления в газету строчные сам делал все сам и наверное на тот момент он был больше все-таки макейчиком человеком который умеет делать руками вывеску и пока только учится бизнесу во всем его многообразие с чего началась твоя история когда ты присоединилась в команде главный заход либо же ты сразу пришла сказала так значит я финансовый директор нет ну что у нас главный финансовый вообще директор главный директор это борис он так думает оставим это за кадром вот на самом деле я но когда мы начали встречаться на у нас начались отношения с борисом я как-то плавно но какими-то моментами помогала ему хотя я работала в найме я работала в крупной компании была финансовым директором большой международной компании у меня был опыт карьерный рост все хорошо стабильность очень конкурентная заработная плата все блага общества страховки и так далее но видимо то что все таки мое детское желание быть модельером художником она как бы его придушили потому что мне сказали что я должна быть финансистом я им стала но мне вот чего-то хотелось творить и я помогала немножко борису с дизайном ну какие-то небольшие моменты тогда я выучила программу корал специально для этого что-то помогало по бухгалтерии такие отрывистые какие-то кусочки помощи потому что все таки у меня было основное место работы и так мы я помогала мы обсуждали постоянно там по вечерам какие-то вопросы бизнеса на тот момент и когда мы уже поженились я первый раз забеременела ушла в декрет со своего места работы я тогда очень серьезно уже включилась в процесс и начала помогать борису полноценно заниматься вопросами развития я помню когда я вышла он сразу поручил мне заниматься сайтом мне пришлось все это освоить и работать в россии вышла уже после декрета нет не после я во время декрета так как я работала в декрет ушла в официальной большой компании у меня было три года декрета я не спешила возвращаться но все эти три года я занималась с борисом ковбой арта и я выполняла абсолютно различные функции начала свою деятельность ковбой арте создание сайта не сама лично но с работой с агентством я занималась холодными звонками искала клиентов помогала в организации офиса и потом так продлилась ну вот это два с половиной года и когда закончился но мы понимали что мой декрет заканчивается мне нужно выходить на мое место работы это был сложный период потому что как бы нужно было уйти с очень стабильной высокооплачиваемой работы в гараже да где не было никаких гарантий все зависело только от нас никаких отпусков никаких страховок никакой зарплаты в конце концов и нас очень сильно я помню родственники все говорили вы сумасшедшие зачем ты это делаешь диверсифицируйте риски будь ну чтобы была подстраховка мало ли что то не пойдет но мы тогда решили что наш бизнес это наш бизнес и если работать полсилы полсилы он и будет и я пошла написала заявление об увольнении я не вышла из декрета туда там тоже все были удивлены и потому что оттуда все уходят только на пенсию действительно очень хорошая компания которая очень благодарна но это был наш шаг важный и я ни одной минуты не жалею о том что мы приняли такое решение по сути какие у вас были шаги приняты масштабирование да то есть это был запуск отдела продаж и это были была наработка теплых заявок мы бросили силы наверное мне кажется сейчас наш основной капитал по отзывам клиентов это наша репутация и наверное мы все силы бросили в наработку этой репутации немножко объясню что имею ввиду мы очень серьезно подходили и подходим каждому заказу маленький это заказ большой заказ мы отрабатывали по полной программе мы как собственники от и до стояли за каждым заказом и сейчас контролируем уже в меньшей степени но тем не менее и таким образом мы кроме там каких-то классических наработок и инструментов которые требуют бизнес там сайт холодные звонки отдел продаж мы еще устроили наше имя и нашу репутацию и какой-то момент мы вот кстати недавно пытались понять когда это произошло но наверное уже лет пять назад наша репутация начала работать на нас то есть нас рекомендуют нас передают по нашей аналитике 90 процентов наших клиентов это клиенты которые приходят по рекомендации которые хотят сотрудничать с нами которые верят нам еще не работая радио запущено и работают на полную мощность скажи мне пожалуйста с чем вы подошли к кризису карантин и как вы из него вышли были ли сокращения были ли какие-то удержания зарплаты как вы это переживаете ну я думаю этот период был сложным не только для нас и в этот раз как никогда было страшно потому что в этот раз мы подошли к кризису уже с бизнесом в котором есть танки которые не отнесешь и не спрячешь под подушку на время карантина есть команда есть люди за которых мы несем ответственность как работодатели и которых мы ценим как специалистов первое решение что самое важное это наверное чему нас научил карантин это принимать решение очень быстро мы нам приходилось принимать решение буквально каждые полчаса они менялись мы резко приняли решение о том что мы отказываемся от офиса мы отдали его потому что 130 квадратных метров нам просто не нужны были на тот момент ну как бы мы срезали все косты которые можно было срезать нет мы перенесли наш офис то есть мы одну комнату в цеховом помещении слава богу цех у нас сейчас очень приличный и это уже не какой-то гараж не дедушкин гараж мы одну комнату переоборудовали под офис поставили всю офисную технику людей естественно как того требовала ситуация мы не соблюдали мы каждый день работали потому что у нас стояла перед нами задача сохранить наш бизнес и так как по аренде нам не давали никаких льгод мы работали вдвоем насколько это возможно было у нас было экстренно придумано такое решение как защитный экран который я только хотел спросить откуда она появилась чья-то идея была ну как бы в кризисных ситуациях мозг начинает работать немножко так живее пришлось придумать плюс мы понимали чего сейчас требует рынок естественно спрос на вывески остановился потому что все люди не понимали что будет как будет будет ли развитие бизнеса что будет дальше с вывесками те проекты которые должны были зайти у нас марте все приостановились потому что нормальное решение людей понять что будет дальше но так как был спрос на средства защиты различные мы поняли что слава богу что месяц назад до этого мы купили станок который лазерный станок который как раз можно использовать мы с нашим конструктором придумали модель этого экрана несколько сделали пробных образцов на себе испытывали ездили вдвоем борисом за рулем в них на детей надевали когда поняли что модели рабочие создали ну начали распространять через фейсбук через наших клиентов и на самом деле на момент карантина это стало каким-то спасательным кругом которая который помог нам продержаться на плаву не уйти глубоко в минус хотя бы сохранить наше производство сохранить наши станки сохранить наш коллектив вот но надо дать должное борису стоял возле станка резал и ребята некоторых ребят мы периодически привозили сами на машине они нам помогали тоже интересный момент как вы продавали новый продукт это были только ваши посты в соцсетях и звоночек по клиентам либо же посты в соцсетях и платная реклама в соцсетях тоже да да сейчас в целом вы помимо сарафанова радио используем но недостаточно как хотелось бы и и на самом деле если говорить о бизнесовых решениях то сейчас я понимаю что неправильная стратегия когда мы хотим отвечать за все я сейчас о себе я понимаю что мне сейчас нужен специалист маркетолог который если вы хотите с нами работать вторая вакансия в привозке вторая вакансия который будет не просто гордо носить звание маркетолога который будет делать результаты вместе с нами помогать продвижение нашего продукта потому что сарафанное радио это конечно хорошо но есть еще много людей которые пока потенциальных клиентов которые пока нас не знают как вашу жизнь пришел в марафон марафон и бег я могу об этом говорить на самом деле очень долго потому что это какая-то другая жизнь которая открылась вместе с появлением бега потому что бег как я считаю он очень метафоричен даже если сравнивать его с бизнесом это очень такие метафоричное понятие потому что как и в беге так и в бизнесе если у тебя нет цели ты не будешь двигаться дальше у тебя не будет конкретных результатов то есть ты будешь катиться по течению но никуда не придешь толково как и в бизнесе так и в беге если ты каждый день не будешь прокачивать свои скиллы из не будешь где-то себя дисциплинировать то ты тоже не получишь результатов ты будешь там медленно бежать задыхаться проклинать это все и думать зачем ты это ввязался касательно бега у нас есть уже два марафона за плечами один из них марафон мейджор и моя большая очень большая мечта пробежать все шесть марафонов мейджоров осталось 5 осталось получить до 3 из них в соединенных штатах пока нет визы но я верю я верю в то что все получится вот туда на самом деле нас сами марок сами марафоны сложно попасть потому что со всего мира туда стремятся попасть бегуны но я верю что все получится потому что это невероятные эмоции кроме того что дисциплинирует дает спортивную составляющую в жизни он еще дает нам возможность дополнительных путешествий опять же мы знакомимся с очень интересными людьми это тоже в том числе и люди бизнеса потому что бег ну такой вид спорта который как-никак но он все-таки подтягивает к себе людей которые хотят от жизни чуть больше я вообще человек человек общения человек нетворкинг поэтому я верю в то что бизнес и любые дела они все-таки между людьми не только между компаниями и любое бизнес сообщества любое общение если тебе комфортно с человеком если ты ему доверяешь если ты понимаешь что он адекватен вообще не то конечно же ты доверишь ему и какие-то бизнес вопросы как я всегда говорю мы продаем когда мы продаем вывеску мы берем с людей 70 процентов предоплаты за то чего еще нет и естественно когда речь идет о больших суммах нужно доверять человеку чтобы вы дали деньги за то чего еще не существует поэтому и бизнес сообщества это очень хорошая как бы такая платформа для общения для знакомства для формирования круга доверия поэтому я только за исключительно за пожалуйста какая была максимальная сумма вашего заказа какая вывеска была самая дорогая ну наверное у вас я видел очень большие работы есть маликусичных вывесок ну это более 200 тысяч гривен вывеска да неплохо хорошая вывеска как ты считаешь в чем успех такой арт почему вы смогли а многие конкуренты нет почему вы ушли вперед а многие остались где-то там в нулевых я уверена что лично наш успех в нашей синергии с борисом как собственников мы абсолютно разные с ним по темпераменту по нашим талантам и при этом мы друг друга очень сильно дополняем потому что если у меня вечно фонтан энергии я что-то там генерю какие-то мысли не даем жить спокойно и всем вокруг то когда идея действительно классная его системный подход помогает нам все таки довести это до конца и реализовать это все поэтому плюс можно долго спорить о том хорошо или плохо работать вместе с мужем в нашем случае хорошо потому что у нас рабочий процесс не прекращается никогда мы даже можем перед сном обсуждать систему мотивации для менеджеров но это какое-то такое чувство преданности бизнесу преданности друг другу любви к нашему делу и поэтому например был карантин если бы не все наши вот эти личностные качества мы наверное бы тоже не выдержали как и многие бизнесы потому что было очень сложно на самом деле поэтому думаю наш успех это все таки в том что мы разные у нас есть разные плюсы разные достоинства ну и конечно вторая главная составляющая это наша команда на сегодняшний день я очень горжусь командой нашей это специалисты которым я очень благодарна и я готова с ними двигаться дальше и покорять новые вершины в таком случае твое пожелание ребятам у которых есть бизнес которые условно самозанятые у которых есть допустим 1-2-3 человека с чего начать расти как им масштабироваться первое первое я думаю нужно начать с того что поверить в себя и не бояться того что будут провалы они есть абсолютно у всех не все решения удачны не все решения успешны просто спокойно принимать и каждый раз вставать на один раз больше чем падаешь это во первых во вторых их не боятся привлекать специалистов и людей которые сильнее тебя в определенных навыках то есть не нужно быть всем нужно заинтересовать человека который специалист например в маркетинге в продажах в каких-то других решениях и чтобы он хотел работать вместе с тобой и свои навыки отдавать твоему бизнесу я думаю это два таких основных кита конкурс условия в комментариях к данному видео после подписки конечно же и лайка этому видео нужно будет сбросить примеры самых оригинальных вывесов которые вы видели неважно где и когда возможно во время путешествия возможно во время путешествия на работу в любой момент вашей жизни все то интересное что вы увидели спрашивайте в комментарии Анна и Борис выберут самую оригинальную идею и победитель получит и победитель получит от нас настольный логотип который будет если он логотип вашего бизнеса либо вашей компании либо какой-то личный ваш и вдруг это оригинальная вывеска еще окажется вывеской компании КАВБАР это вообще будет круто по традиции и так можно будет подлизаться если это окажется совершенно случайная вывеска компании КАВБАР то победитель получит еще кто-нибудь в бонусах такой мы не скажем потому что возможно это будет чительство в общем у вас есть возможность выиграть прекрасный настольный логотип для вашей компании для кабинета директора для ресепшена или для лучшего сотрудника ждем ссылки на вывески в комментариях спасибо Анна спасибо вам за интервью был рад спасибо Александр вам развития бурного и новых горизонтов благодарю взаимно спасибо